Атлетика, футбол-стор. Атлетика выиграл со счетом 3-1 Николай Домников и Лесин Яков со мной в студии. Яш, скажи, пожалуйста, вот футбол-стор, к сожалению, сегодня показывал довольно неплохую игру, особенно первый тайм, но все-таки опять не удалось очки добыть. Почему? Не могу ответить на этот вопрос, почему мы не смогли выиграть. Должны были забивать просто больше. Вначале были моментики, во втором тайме были моментики до гола в наши ворота. Может, заменок не хватило, хотя играли все хорошо. Не знаю, не могу ответить на это. Слушай, вот мы задались еще одним вопросом. В концовке, когда был 2-1, у вас еще оставалось время как-то вылезти, но зачем-то пошел вратарь в сужу штрафную, хотя там оставалось еще минуты две, наверное, и просто этот гол все закончил, а так был бы еще шанс. Зачем? Ну, это его решение было, веримо, он посчитал, подбор может забрать. Ну, никто не понял. Корнилов спросил у Ефимова, ну, может, он хотел помочь команде, просто не получилось в тот момент. А, ну, то есть, получается, что просто не проконтролировали этот момент, да? Он сам, да, это он сам, никто его не просил, но он, видимо, думал подбор забрать, чтобы туда дальше загрузить, а он не успел, у него колено травмировано, не добежал, и все, так и получилось. Слушай, на твой взгляд, не получилось ли так, что Игорь как раз вот в этом матче его и не хватило, то есть вот на эту концовку он смог бы все-таки направить своих футболистов в нужную сторону? Ну, такое тоже, да нет, почему он помогал, как бы, да нет, Игорь всегда, каждую игру выкладывается максимально. Нет, именно смотри, он же сейчас за чужими воротами, оттуда не докричаться, что-то можно не усмотреть, когда на бровке, но это к тому, что вот это удаление его, пятиматчевое, все-таки сказалось в итоге. Ну, когда я играл, да, на поле был, мне как-то не мешало, что он за воротами, что на бровке, как бы то же самое, ну честно, если говоря, вот, это скорее соперникам мешает, и вот Коля просил, чтобы его поднесли за наши ворота, это, есть отличие, подсказим, он по-другому игру видит, наверное, я не могу утверждать, но, не знаю, я сильно не заметил, отличие. Есть он на бровке, либо он за воротами. Вот, Коль, сильно мешает тренер соперника за твоими воротами? Да, ну, сколько мешает, сколько немножко раздражает, просто, ну, понятное дело, что человек кричит, пытается докричать из-за своих, и орёт в ухо моему вратарю, как бы, поэтому ничего приятного-то в этом нет, как-то надо продумать, мне кажется, какую-то зону, всё-таки, ну, немножко подальше от ворот, может быть, в сторону, ну, где трибуны, да, чтобы он кричал, но не орал в ухо, как бы, человек. И вот первый тайм, Атлетика, было такое ощущение, что сам не свой, Футбол Стор полностью навязал игру, и ничего не получалось, там, какие-то неоправданные зарывания во фланг, там, к чужому угловому флагу, потеря мяча, почему так вышли на матч, вроде, с заведомо более слабым соперником. Да, я ещё раз говорю, это ошибочное мнение многих команд, что здесь есть слабые команды, здесь нет слабых команд, заведомо они слабые. Футбол Стор, насколько я знаю, играет на два фронта, я просто не понимаю, как-то они, видимо, распределяют силы и приоритеты так, что у них, видимо, главный турнир, наверное, это чемпионат города, а здесь как-то второстепенный. Ну, просто парням пора включаться, потому что можно отсюда уже, как бы, ну, все очки сейчас не набирать, там, они потихонечку тонут, поэтому, ну, желаю, команда, это сильно игровая, команда есть свой рисунок, и мне понравилось, что в первом, что в втором матче, в первом матче мы, там, три раза их поймали на контратаке, вроде, всё было закончено, а тут раз, расслабились чуть-чуть, я, моя ошибка была неправильно, две заминки сделал, и они чуть-чуть, просто там, им не повезло, что парень ковырнул, так бы они в нищу, сыграли с нами 5-5 по-любому. Сегодня я примерно ожидал то же самое, что будет, что они будут навязывать свой контроль, они команда умеющая контролировать мяч, играющая, так, просто не удавалось выйти в резкую контратаку, да, не получалось у краешков немножко, и перед немного не цепнул, ну, много, ну, как, не знаю, почему, у нас бывает, мы очень тяжело втягиваемся, слава богу, что парни просто не воспользовались нашей вот этой 20-минутной какой-то вот, просто непонятно чем, ну, как бы, очень долгим входом в игру, если бы у них чуть больше было моментов, я думаю, что они, ну, как бы, могли бы нам большие проблемы, потом мы чуть-чуть, вроде, они, как бы, знаете, это как нокдаун, как бы, первые голы, мы такие, как поплыли чуть-чуть, потом они раз и отпустили нас, надо было добивать, а они взяли и отпустили, мы немножечко отдышались, себя пришли, и уже там, вроде как, мы в днищу, да, первый там закончил, да, нет, нет, по-моему, в начале второго, у нас Юра не забил вам, и вы нам сразу забили. Вот, а во втором немножко перестроились, и парни уже глаза загорелись чуть-чуть, и хорошо, что мы в первые 5-минутку получилось забить, а дальше забили второй, ну, на самом деле, да, скажу, что для меня, честно, подарок Субе, я когда увидел вратаря, и понимаю, что парни побежали 3-0, и Рома катнул, я думаю, ну, да, как-то вот, действительно, еще пару минут можно было ребятам, ну, да, это вратаря решение, как бы, мне оно очень понравилось, ну, как бы, вот, ну, не в обиду, да, но бывает такое, что, я думал, он хотел помочь команде, надо парня просто поддержать в этом случае, это несчастный случай, тем более для голкипера, да, он тащил там и спасал тоже, наш Андрю Малах молодец, сегодня очень прилично сыграл, очень, пару, там, потащил хороших мещей, хорошая игра, здорово, что мы 3 очка взяли, вот в этот момент можно игру забыть, потому что, честно сказать, много было ошибок, есть над чем поработать, немножко, видите, люди давно не играли, без Атосов Виталик, и у Химна Рома приезжал после, как бы, они после отдыха, да, тринителя не играли, да, Виталик вообще с нами не играл, туров уже 8, Кропотин после болезни, поэтому немножко как-то вот, так вот, ну, лидеры молодцы, опять же, говорю, вот это вот мой сдвоенный центр у Ушаков и Вашина, конечно, они в каком матче уже просто выгрызают, один, второй забивает, и Славка забил вторую, Славку и Вашин сейчас просто в феноменальной форме, прямо такой, прямо давец просто, тащит команду, умница, молодец, спасибо вам огромное, Славка, тащи, дальше. Спасибо еще Футбол Стору за игру, забыл сказать, огромное. И с касаемо еще я добавлю, если уж говорить про тренера, да, чтобы, просьба соперника, чтобы он не стоял за воротами, замены тоже бы тогда уже делать на своем, потому что каждый, под конец уже, любая пауза была замена у соперника, ну, это понятное дело, это логично, но, как бы, у нас аут, там, любой ввод мяча, и они делают по одной замене. Она им не нужна, я понимаю, они могут любого человека оставить на поле, но они делают замену, и, как бы, а это 30 секунд, ну, минимум, а если дальнего менять, то это и 40 секунд могут быть. Человек может и не уйти оттуда, а побежать потихонечку, и все. Ну, там замена происходит немножко иначе, человек может, если он на дальней бровке, уйти через дальнюю бровку, так чаще. Надо пойти и напрямую, это другой вопрос. Человек, который выходит с замены, он же выходит на свою позицию, он же не побежит так. Ему-то все равно идти до позиции, да, а судьи они будут свистеть пока наблюдают, вот и все. Ну, правилами это не запрещено. Это не запрещено, я об этом и говорю, но просто, ну, пойдем менять. Так, услышаны, мнение услышанное, ребят, не спорьте. Николь. Вопрос, смотри, Яша, какой. Первый тайм вы сыграли хорошо, сыграли очень хорошо, играли в прессинг, поддавили так, что атлетика даже, как Коля правильно заметил, немножко поплыл. Но на второй тайм вышли абсолютно не готовы. Почему? Да не, почему, первые пять минут до пропущенного, я не буду говорить там о пропущенном, как он, да, был там. Не было рука, была, не было, мое мнение было. Потому что я сидел за воротами и видел этот эпизод. Ну, это уже ладно, засчитали и засчитали. Он по нам ударил, как мне показалось, но не сильно. Но дальше наши эмоции пошли в ход. Начали эмоционировать, ругаться и из-за этого, мне кажется, и проиграли только эмоции. Мы могли дальше играть так же, как и первый тайм. Силы были, желание было. Желание у соперника было, у нас у всех было желание, но... Да что, ну, дело случая, блять, пропустили этот гол второй, да, как бы, это наша болезнь, блять. С Хейденхаймом один в один можно вот нарезку сделать. Так же с этой же позиции бьет в стенку, отскакивает и в одно забивает в этот же угол. Но один в один же был. Абсолютно. И как, вот реально, можно, они, братья-близнецы голы. И в этом, ну, видимо, проблема, как бы, я не знаю. Получается, футбол-стор не делает работу над ошибками? Да делает. Ну, как вот эту ошибку, ну, человек в штрафной, да, стоит, они насыщают штрафную. То есть ему надо выдвигаться, он, ну, человек, который забивает, он входит в штрафную и отскакивает. Правильно? Защитник или полу, кто с ним? Он не будет выдвигаться обратно на него. Он будет страховать, чтобы ему передача не прошла, и он выдвигался. То есть это просто дело случая, отскок неудачный, да? Ну, попадать же в стенку, они же не контролируют, куда отскочит. И в это, ну, второй гол такой пропускаем. Причем он решающий второй гол, по факту. Третий гол я не беру, он уже ничего по факту не решал. Это ошибка вратаря, как бы, он может это... С Хридденхаймом то же самое. Там в один мяч проиграли, тут, ну, в два, ладно, но по факту в один. Вот и все. Это один из элементов игры в стенку. Да. Ну и напоследок, вот, у нас тут спор небольшой возник. Коль, была рука при первом голе? Как, ты видел, не видел? Вообще без понятия. Не буду спорить, не видел вообще. Я видел гол и все, я обрадовался. Просто дело в том, что... Мне вообще было не видно бы в любом случае. Тогда он за спиной был, потому что... А я был перед. Так, по очереди. Ну, соответственно, если бы был за воротами и видел, ну, мне точно оттуда было бы не видно. Честно, даже если была бы, ну, я бы сказал, рука Бога там какая-нибудь, да. Не, не видел, честно, но... Шаков бы вообще и порадовался такой формулировкой. Ну, Илюхар, все для тебя. Ну, честно, не знаю. Ну, засчитали гол, конечно, гол есть гол. В любом случае, если он забит был с каким-то нарушением правил, ну, смотри на суди. Я, честно, не видел, я просто обрадовался, что... Он такой динамичный момент, поэтому, если... Ну, не буду спорить, не знаю, вообще. Просто Ефимов даже, он сам, я за воротами, опять же сидел, и... Ефимов встал, он даже не собирался выходить, да, или там отбивать. Он был уверен, что игра рукой. Ну, брата. А как он, ну, тогда... А я объясню, почему не свистнул судья. Я тоже его не обвиняю. Он был за игроком. То есть игрок вот стоит, здесь как раз Коля стоял, здесь судья. Он не видел этого эпизода, конечно, он не видел. Ну, как бы... Ну, так, опять же, сложились обстоятельства. Я не обвиняю там судью, никого. Но факт есть факт. Была игра рукой. Он просто этого не видел. Ну, что поделать? Надо было просто дожимать и забивать перед Юри вот так, забивайте спокойно. Был бы 2-0, счёты этого гола бы не было. Ну, на самом деле, есть тогда вопрос к Ефимову, потому что в любом случае всегда нужно доигрывать до свистка, потому что всё всегда, к сожалению, может получиться вот так. Ну, а был вот очень даже интересный такой формат, попробуем новый. Вот проголосуйте кто-нибудь в комментариях, напишите, была там рука или нет, потому что мы с Яшей поспорили. И каждый уверен в своём мнении и не знаем в итоге, что и как будем смотреть видео. Если вы напишите, будет круто. Спасибо.